Дайте им то, чего они хотят. Уезжайте. Блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором призвал талантливых людей уезжать из России. По его словам, он рад, что уже страну покинули рэпер Моргенштерн и блогер Дмитрий Ларин. Хованский пишет, что вопрос о его виновности уже решен, цитата, наверху. Так ему якобы сказал следователь. Хованский называет происходящее с ним новым 37-м годом. Я процитирую часть письма. Я за свои 10 лет заплатил в казну столько налогов, что хватит на строительство нескольких школ. И что я получил за это? Подставных свидетелей и угрозы посадить мою любимую женщину. Напомню, Хованский находится в СИЗО Кресты с июня 21-го года. Против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Из-за песни о нордосте ему грозит до 7 лет лишения свободы. У нас на связи девушка Хованского Мария Нелюбова и его адвокат Александр Передруг. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня первый вопрос к Марии. Юрий призывает в своем письме всех уезжать. Упоминает других известных людей, которые уже покинули страну. Мария, не думаете ли вы покидать страну? Потому что были уже сообщения о том, что и вам поступают угрозы. Нет, я пока не думаю об этом. Не хочу. Я не знаю, может быть, вы общались со следователем недавно. Что он вам говорит? Действительно ли речь идет о каких-то угрозах со стороны тех, кто ведет сейчас дело Юрия Хованского? Наша личная встреча так и не состоялась. Но, исходя из того, что говорит Юра, лично ему угрозы действительно поступали. Именно Юрию, не вам? И мне через Юру. То есть ему сообщали о возможных проблемах для меня. О каких проблемах говорили? Он не конкретизировал, но в последнем письме Юра почему-то пишет о том, что меня якобы тоже могут посадить. Но в какой статье, по какому делу, в связи вообще с чем, никто не уточнял. Неужели вас не тревожат эти сообщения? Потому что мы видим, как сам Юрий описывает свое дело. Пишет о беспределе. Я цитирую его отчасти. Юра находится в СИЗО, в замкнутой обстановке. Его запугать, наверное, гораздо сложнее, чем меня. А я уже, если честно, даже не придаю значения всем этим словам. Хорошо, тогда у меня вопрос к Александру. Как сейчас продвигается дело Юрия? Можем ли мы ожидать, что скоро начнется заседание по существу в суде? К сожалению, невозможно сказать, что дело продвигается, поскольку защиту, в общем-то, не уведомляют о проведении каких-то новых следственных действий. Мы не знакомы до сих пор ни с одной экспертизой, которая была назначена ранее и проведена. Ближайшие следственные действия назначили сегодня. Мы только нам прислали сообщение о том, что они пройдут в четверг. Мы, как раз, ознакомимся с рядом экспертиз по этому делу. Однако объем работы, который еще предстоит сделать следствию, достаточно большой. Мы, в свою очередь, находим и получаем постоянно регулярно доказательства того факта, который опровергает показания свидетелей. В частности, нами засвидетельствовано наличие ее записей в сети интернет, в том числе сейчас доступных в открытых источниках, которые подтверждают, что вот эта спорная песня, как минимум, исполнялась не позже 2016 года, на что не бьется с показаниями свидетелями. Однако, к большому сожалению, пока что эти доказательства по-прежнему игнорируются. Часть из них мы намерены представить следствию в ближайший четверг. Хочу спросить Марию. Вот Юрий пишет уже не впервые о несправедливости следствий. В сегодняшнем письме, в частности, говорит, что решение его виновности приняли наверху. Как вам кажется, кто это принял, зачем, почему именно на Юрия обратили такое внимание, если так можно выразиться? Честно, если честно, мне кажется, что следователи просто блефуют, чтобы выудить из Юры признание про 2018 год. Он пытается создать какую-то картину того, что все уже решено, типа, если будешь спротивляться, будет только хуже. Это ему нужно следователю, потому что, если Юра подпишет это ложное свидетельство на самого себя, то все, дело закрыто. Следователь получит то, что хочет, и счастливый передаст дело в суд. Пока что Юра упирается, ему продолжают продлевать меры пресечения. И как долго это будет продолжаться, мы не знаем. Неопровержимое доказательство того, что песня была в 2012 году найдена, свидетели найдены, причем в достаточно большом количестве, чем они там занимаются, что это за экспертизы, что за самыми свидетелями у них, мы не знаем. Сторону защиты, как уже говорил Александр, с доказательствами в кавычках обвинения никто еще не ознакомил. Я так понимаю, свидание в СИЗО вам с Юрием не дают, Мария? Мне его дали один раз, следователь просил приехать меня лично за этим свиданием. Я приехала, но немножечко задержалась. Он тогда выписал это свидание адвокату моему и сказал, что хотел бы предопросить меня повторно. Я сходила с Юрием на свидание, получила всю ту информацию, которую он уже, в общем-то, опубликовал, и больше следователь не связывался с моим адвокатом. Повторной встречи не было, поэтому я весьма сомневаюсь, что следователи выпишут еще раз разрешение через Никиту Геннадьевича, через Александра, поскольку он требовал сделать под личной встречи, а сейчас необходимости в личной встрече для него отпала, мне кажется. Да, у меня вопрос и к вам, Мария, и к вам, Александр. У вас, наверное, больше возможности увидеть со своим подзащитой. Как он себя сейчас чувствует, в каком он состоянии, потому что, конечно, письма эти удивляют, он пишет так искренне, и это тяжело читать на самом деле. В каком он сейчас состоянии? Я все-таки не могу, наверное, документировать эти вопросы. Нужно понимать, что есть кодек профессиональной этики адвоката. Я, увы, могу только документировать на момент, связанный с юридическим аспектом дела. Состояние здоровья, психологическое состояние, психологическое состояние, это все-таки не та часть, которую я могу бы вам как-то объяснить или прояснить. Дана, Марина, вот вы когда видели Юрию, у вас какое впечатление сложилось? Он очень похудел, осунулся, очень грустный, совершенно не смеется, хотя в жизни очень веселый человек. Он сейчас очень тревожится в связи с предстоящим заседанием, которое, скорее всего, будет в конце декабря, потому что он уже находится шесть месяцев в СИЗО, это будет уже седьмой месяц, он уже идет. Если муж мог проделать на два месяца, сразу же, то это уже будет девять месяцев, и его состояние в связи с этим понятно. Это, конечно же, сказано и на его физическом самочувствии. Хорошо. Хочу еще спросить Александра. Подаете ли вы какие-то жалобы на действия следователя, на угрозы Юрию, на угрозы, которые через Юрия подают Марии? Есть ли шанс как-то воздействовать в данном случае на эти правоохранительные органы? Что касается именно угроз в сторону Юрия и Марии, то была подана жалоба, связанная с визитом следователя к Юрию, который состоялся без уведомления защиты. Были направлены запросы, в том числе в УФСИН, с просьбой предоставить нам сведения о том, подтверждается ли этот визит или нет. И вот мой коллега, второй адвокат, он, соответственно, ходил на прием к прокурору. Этот прием состоялся в пятницу. Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обещал нам, что дело будет находиться на контроле, что в том числе с этим визитом разберутся. Однако, к сожалению, по существу пока что никаких ответов и реакций мы не получили. Да, будем надеяться, что публичность хотя бы как-то этой реакции поспособствует. Последнее, что хочу спросить у вас, Мария, вот Юрий сейчас пишет о том, что его дело это новый 37-й год. Мы знаем, что в целом в России, по данным правозащитникам, более 400 политзаключенных. До этого дела вы, Юрий, интересовались ли, эта тема ожидал ли Юрий, что с ним такое вообще может произойти? Нет, конечно. Как и все люди, которые лично не сталкивались с такой ситуацией, это кажется чем-то эфемерным, чем-то не относящимся совершенно к тебе. Пока лицом к лицу с этим столкнешься, ты не воспринимаешь это настолько серьезно. Сейчас, да, конечно же, уже по-другому начинаем смотреть на мир. В частности, Юра вообще всем советует уезжать за границу. Он считает, что находиться в Миничной России просто небезопасно, особенно для медийных людей. Да, но вы его совету не будете следовать? Не считаю пока это необходимым. Спасибо. Это была Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского, и Александр Передрук, его адвокат. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно, и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» tvrain.ru слэш подписка, и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok